В аукционном доме Собис четверг 23 ноября 2000 года проходили русские торги. Картинку студии «Весельская ярмарка» продано за 508 160 долларов. Это самая высокая цена по сравнению с другими произведениями русского искусства, которые были выставлены на торги. Как сообщил источник, картину приобрел на аукционе частный русский коллекционер. В этой связи можно предположить, что, скорее всего, это замечательное произведение русского искусства. «Как мне хотелось в Астрахань. Думаю, у меня и душа-то по природе астраханка. Я бы теперь и десять ялт, и столько же черных морей променял на Астрахань». «Он сразу узнаваем. Больше Кустодиева не может быть. Потому что он, вот Кустодиев, и любую работу его увидишь, без подписи, Янтар сразу угадает». «Мы знаем город Глупов, мы знаем город Акуров, а здесь появился город Кустодиев, который разительно отличался от того, как рисовали художники той поры Россию». «Такого сильного всплеска любви к людям и вообще к человеческому мелкому быту, по-моему, очень трудно найти». «Вот он нашел свою тему, он ее писал. Он слишком точно и внимательно и с любовью. Вот когда делается с любовью, неважно, абстрактная работа или она реалистическая». Фамилия Кустодиев происходит от церковно-славянского слова «Кустодия» – стража. Папа рассказывал, что когда он стоял в церкви мальчиком, и диакон читал на весь собор, и привалили к гробу камни с Кустодией, то есть стражей. Ему казалось, все на него смотрят и знают. И это про него. Борис Михайлович Кустодиев очень любил Астрахань. И родился недалеко, и крестился, как говорится, тут недалеко, в нашем районе. И жизнь свою, и детские, и юношеские годы все провел вот на этом пятачке, рядом с базарами. Он был настолько любопытным, он настолько был необыкновенным, вот азарным, но талантливым мальчиком. Его интересовало все. И как проходят свадьбы, и как проходят базары. Куда пошла купчиха, с кем пошла, в чем одета она была, где она становилась, кто ее, с кем она разговаривает. Это настолько все было ему интересно. До 14-го года Астрахань, это один из крупнейших городов. По Волжии, мы просили, Новгорода была Астрахань. Это ворота в Азию, да, это русский Вавилон его еще называли. Фактически он как художник сложился на вот этих, на астраханских образах. Папа рассказывал нам о женщине с бородой, которую видел где-то в детстве в ярмарочном балагане. Ученая свинья Катя и эта бородатая дама часто изображались на вывеске в его балаганах и в масленицах. Народный юмор, озорной, яркий, он очень любил с детства. У каждого из нас детство очень сильно проявляется потом в жизни. Его отец, ведь Михаил Лукич, он был из духовного звания. Мама была и с одной стороны преподавателем, но и с купеческого рода. Вот это странное сочетание настоящего русского быта потом и проявилось во всем его творчестве. Ему достаточно солоно приходилось в детстве. Отец очень рано умер. Отец был учитель духовной семинарии. И ему пришлось тоже идти по стопам предков. Учиться в духовном училище, учиться в семинарии. И только мечтать о том, чтобы попасть в столицу и учиться рисованию. Его первый учитель астраханский – Павел Алексеевич Власов. Павел Алексеевич Власов был энтузиастом и был учеником знаменитого Чистякова, легендарного Чистякова, к которому с пиететом относились такие мастера. И в чем-то его выученики, как Серов, например, Коровин и другие. Он оказался в мире искусства. Попал в Академию художеств. Мастерскую к Репину. Оказался одним из его любимых учеников. И надо сказать, что Репину очень скоро стал ему поручать самостоятельные работы внутри, так сказать, Репина, с больших репинских замыслов. Репин задумал грандиозную картину заседания Государственного совета. «Репин оказался человеком небольшого роста, худеньким и подвижным, с острой бородкой и лукавым взглядом», – пишет Борис Кустойлиев из Петербурга «Сестре». Он был русский художник с европейским образованием. Понимаете, он гордился тем, что он получил великую школу у Ильи Ефимовича Репина. Почему потом Илья Ефимович его и пригласил? Помогать в гигантском труде. Когда вы входите в русском музее и смотрите это полотно, не может создать один человек. А так оно и было. Репин взял своих двух учеников, Кустодиева и Куликова, и почти вся правая сторона картины, писанную Кустодиевым, с блестящих этюдов Репина и с работой своих этюдов, свои грандиозные работы. Вообще Кустодиев-портретист – это великолепно. «Давно мне хочется написать двойной портрет. Ах, сколько бы я хотел написать хорошего, как я себе представляю. Даже быть бы хорошим портретистом было бы с меня довольно. Писать картину можно только тогда, когда есть желание, а главное, когда она сама просится, а не выискиваешь, не выдумываешь. Так сильно действует только свободное искусство. А таким оно было у Веласкеса и Рембрандта, и у всех великих мастеров», пишет Кустодиев учителю в Астрахани. К письмам у него еще были дополнительные рисунки. Они были бы как иллюстрированные письма. Куда ходил? Он рисует. В каких был сапожках? Стоят сапожки. С кем встречался? Ах, встретил какого-то друга. Что рисовал? На заборах всевозможные такие идут зарисовки. Это какой-то прям вот кладезь необыкновенных впечатлений. Это какой-то вот сундук с впечатлениями детскими. И он всегда туда верял. Он всегда туда возвращался, чтобы вытащить, вспомнить и раскрасить, расцветить потом то, с чем он в детстве встречался. Сейчас прочитал письмо, в котором ты пишешь о смерти няньки. Мне стало как-то грустно. А здесь как раз на стене идут с нее. Скоро великий пост. Весна. Питер как будто не думает о ней. Он также по-прежнему холоден, неприветлив. У него все та же вылизанная физиономия чиновника. Та же мания держаться по-солдатски, по швам. Пишет кустодиев матери. В одной из своих студенческих практик он оказался на Костромской земле, в Костромской губернии. Это для него оказалось судьбоносным. Там, в усадьбе Высокого, он встретил свою будущую жену Юлию Истафину. И вскоре женился после небольшого, очень трогательного романа. Мама рассказывала, что когда они познакомились, у папы был несколько смешной астраханский выговор. Упор на буквы А и Я. Часы. Пят. Нол. В усадьбе Высокого, где у старушек Грек воспитывалась мама, писались шутливые стишки, в которых папу поддразнивали за его манеру произносить некоторые слова. Старушки Грек, обожавшие мою мать, восклицали с ужасом. Боже мой, неужели наша Юленька выйдет все-таки замуж за этого художника из провинции? Он влюбился в нее без памяти. И нравится ей. Костромская губерния оказалась еще для Кустодиева, в общем, вторым домом. Потому что он здесь построил дом, который так и назвал терем. И провел здесь, как он сам по следствиям говорил, 10 лучших своих лет. Я помню отца молодым, необычайно подвижным, элегантным. На нем вельветовый светло-коричневый пиджак. В нем он пишет и рисует. А когда лепит, полотняная серая блуза. Русые, мягкие, негустые волосы, небольшая оборотка, усы. Глаза светло-карии с коричневыми крапинками. Взгляд острый, он очень дальнозорок. И это мешало ему в работе. Он говорил, я вижу даже листок на дереве. Ну, возьмите голубой домик его. Ведь это домик, который можно было найти в любом волжском городе. И каждый будет приписывать его, что он написан именно здесь. И до сих пор есть такие места, и есть эти домики. Вот это его отношение к жизни. Как-то зимой он попал на базар и ахнул. Он потом написал «Ума помрачения по краскам». Знаете, вот бывает судьбоносная встреча. Это так и оказалось. Он увидел целый мир искусства народного. Это стало его темой. На одной из выставок мира искусств я вдруг зацепился за картину Кустодиевой и никак не мог отойти от нее. Я стоял, стоял перед ней и уже не только видел, а я слышал ее. Не знаю название этой картины. Вспоминается только зима, снег, деревья, сугробы, санки, румяное русское веселье, пестрая Кустодиевская уездная Русь. Вспоминает писатель Евгений Замятин. Огромное количество ярмарок, пасхальных праздников, потому что в этом выражалась русская национальная традиция. Но мы же не умеем сидеть дома и экономя деньги, поглощать малое количество еды. Если мы уже пируем, так мы пируем. Если мы покупаем, то с ярмарки выносят кучу всего. Как сейчас в оптовых наших. Мы же вернулись в эти оптовые ярмарки. Это русская традиция. Там и дешевле, там можно поторговаться. И там вот его, эта черта русского человека, очевидно, очень привлекала. Ярмарка была такая, что я стоял, как обалделый. Ах, если бы я обладал сверхчеловеческой способностью все это запечатлеть. Затащил мужика с базара и писал при народе. Чертовски трудно. Будто впервые. За два-три часа надо сделать приличный этюд. Нашел бабу покладистую, хоть неделю будет стоять. Только щеки да нос краснеют. Пишет Кустодиев в Астрахани. Это был человек, который жил в необычайно богатую искусственную эпоху. Боже мой, тут еще доживает Толстой, взмывает Бунин, еще работает Блок. В искусстве тут, понимаете, Шаляпин, Рахманин, Скрябин еще живет. И целое созвездие живописное. Существует мир искусства. Ну, хорошо, на склоне уже передвижники. Они сыграли свою историческую роль. И, так сказать, уже уступают сцену другим. Но передвижники, уже им наступает на пятки уже голубая роза и другие, так сказать, уже бубновый валет. Где-то здесь такое. А где ж Кустодиев? Где ж наш Борис Михайлович? Где, как ни в мире искусства, найти тонкую выдумку острое понимание эпох? И Борис Михайлович потянулся к этой культуре. Войдя в этот новый для него мир, Кустодиев сразу меняется. Он берет более яркие краски, жеманность и лубочная чувствительность отцома восплетается в нем с пониманием в духе островского русского уютно-коробочного быта. Он варьирует материал, лепит, пишет темперы, акварелью, отсвечивает контуры своих розовых купчих. Словом, он приобретает внешнюю схожесть с ядром мира искусников. Но ядро молчит перед картинами Кустодиева, вспоминает художник Петров Водкин. После Академии он и увлекся, бесконечно увлекся мир искусством, потому что мир искусники ему открыли другую возможность притворить свой талант и свое умение. Хотя очень близко он к ним и не подошел. Он их очень уважал. Восхищался талантом Бенуа, восхищался грабарем, это искусствоведы и художники, добужинским, мудрейшим художником. Но сам стоял чуть-чуть в стороне. И в этом его была самостоятельность. Он не хотел целиком раствориться в этой мощной группе. Вовне растет его популярность. Его покупают на расхват. Репинцы гордятся им. Только сам Илья Ефимович, случаясь со мной перед холстом Кустодиева и на мой показ, ну а это, очень заволновался и зачастил. Декорация, декорация, декорация. Никакой живописи, а какой был талантливый. Серов, проходя мимо одной скульптур, Борис Михайлович бросил из-под лоби. Замечательно. Даже из бронзы умеет картонку сделать этот Кустодиев. Случившийся возле Бакс продолжал. Он также замечательное свято-краску делает. Вот такое отталкивание от себя и народного тела было четким и непримиримым в ядре мира искусников, вспоминает Петров Водкин. Служение мус не терпит суеты. Он сохранял собственное достоинство, собственные ощущения. И, наверное, вот это великий урок Кустодиева, что он не поддавался никогда никаким модным течениям. «Единственное, что у меня есть, это моя работа. Но ведь она дает пока еще одни мучения и те волнения, которые переживаешь в эти 3-4 часа. Смена разочарований. Живопись кажется мне ненужной, таким старым хламом, что я просто стыжусь за нее. Я так люблю все это богатство цветов, но не могу их передать. В этом-то и трагизм сего», – пишет Кустодиев жене. Что такое Россия? В чем она выражается? Вот «Купчиха» и «Кустодиевская» – замечательная картина. Что особенно у сидит красивая полная женщина и пьет чай? Но там все полно смысла. Этот разрезанный арбуз, и эта старинная сафроновская, очевидно, или гарднеровская золоченая чашка, дивный самовар, а сзади опять пейзаж. Пейзаж русский, очаровательный. И вторая «Купчиха», стоящая спиной, и у нее накинута шаль. Шаль – это произведение дивного русского искусства. Это не печатная шелкография Павлова-Пасадских, очень красивых шалей, а это шелковая тканая шаль, яркая, сочная, сочетающая, казалось бы, несопоставимое, зеленое с красным. И орнамент, он варварский, так если говорить, он азиатский. Сейчас вошло это в моду, сейчас шаль через плечо одевают. Это дивной красоты. Это украсит, а уж такая шаль, это украсит любой наряд женский. Черный костюм, черное платье, цветное. У Купчиха одна у него в ярко-красном и шаль рядом. Он всегда любил писать полных. Я угодила ему. Бенуа шутил. Ирина постаралась. Выросла точь-в-точь, будто знала, что Борису Михайловичу нужно для его модели. Я много ему позировала. Стоя, сидя, лежа. Не только для портрета, но и для картин, обложек, гравюр, иллюстраций. Вот уж кто чудит, так это Кустодиев. Он как будто умышленно кидается из стороны в сторону. То он пишет обыкновенные, хорошие дамские портреты, а то вдруг выставляет какую-то дебилу и красавицу, сидящую на расписном с букетами сундуке, нарочитое и выдуманное безвкусие. Жизнь у него была трагически сложена. Больше полжизни он был прикован к коляске. На какой-то период именно его жена, его друг по жизни, которая не расставала с ним до самого последнего дня, и она решила судьбу, дальнейшую судьбу Бориса Михайловича. То есть, когда в последний момент на операционном столе стоял вопрос, все-таки и была выявлена болезнь, а это была опухоль спинного мозга, и встал вопрос, что же ему оставить? Оставить ему ноги, чтобы он ходил? Или оставить руки, те золотые, которым он пишет картины и чем он живет? И жена сказала, конечно, руки. И с этого момента он был прикован навечно, как говорится, к коляске. На мясной начиналась страшная папина болезнь. У него часто были сильные мигрени сорвоты. Он лежал, закрывая голову теплым платком. Малейший звук усиливал его страдания. Все находили на цыпочках, двери плотно закрывались, потом начинались боли в руке, такие, что он по ночам ходил, по комнате не спал и стонал. Когда ему было плохо, особенно, когда, казалось бы, жизнь уже никогда не повернется к нему лицом, то есть он не будет снова молодой, здоровый и сильный, он тогда вновь и вновь обращается к своим воспоминаниям, своим зарисовкам. Чем звонче, чем ярче, чем солнечнее вот эти раскрасы на полотне, это, знаешь, ему было очень плохо в этот момент. От солнца или кустодиевских картин в мастерской было весело. На стенах розовели пышные тела, горели золотом кресты, слали зеленые летние травы, все это было полно радостью, кровью, соком. А человек, который напоил соками, заставил жить все эти полотна, сидел в кресле на колесах с закутанными мертвыми ногами и говорил, подшучивая над собой, ноги что? Предмет роскоши. А вот рука начинает побаливать, это уже обидно, вспоминает Евгений Замятин. Он как-то жаловался, что у него фотографический глаз, что он все видит и все помнит. Ох, как это ему поможет, когда его болезнь его скует, и он будет очень много делать по памяти. Но иногда ему это ставили в упрек, что вот он натуралист, фотографический глаз, и вместо картины будет фотография, в то время как, значит, нужно что-то другое, нужно творческое преображение действительности. Меня называют реалистом. Какая глупость! Все мои картины сплошная иллюзия. Мои картины я никогда не пишу с натуры. Это все плод моего воображения, фантазии. Их называют натуралистическими только потому, что они производят впечатление действительной жизни, которую я, однако, сам никогда не видел и которая никогда не существовала, пишет Кустодиев одному из друзей. Вот сейчас мы так привыкли быть кем-то и чем-то, выражать, так сказать, свою значительность, говорить о том, что я связан напрямую с космосом. Я не представляю, что Кустодиев... Он был простой земной человек. Страшно болел. И никому, я уверен, наоборот, он никому не жаловался, что он так тяжело прикован к креслу. И писал Шаляпина, поставив холст наклонно, чтобы можно было спокойно объять взором весь этот большой холст. Ведь держать холст в цель, это очень трудно. Это на отдалении, а он прикован. Потом, очевидно, он смотрел издали, а работал-то вот буквально так. Когда писался портрет Шаляпина, папа хотел изобразить у ног Федора Ивановича его бульдога, нашу кошку. Он сажал на высокий книжный шкаф, а бульдогу Федор Ивановича показывал на нее и говорил, смотри, Ройка, кошка наверху, кошка. И пес, задрав голову, смотрел, а папа в это время его писал. Шаляпин сказал фразу однажды, которая очень многое может нам объяснить и в Кустодии, и в том, пожалуй, как он сейчас звучит. Он сказал, что никто так не нуждается в любви, как мы, русские, и как наша Русь. Знаете, это удивительно, но это продолжает быть актуальным и в наше время, когда мы слишком часто, очень, так сказать, огульно сбрасываем со счетов целые периоды нашей истории, сбрасываем со счетов какие-то, так сказать, фигуры, вот нам сейчас показавшиеся, что вот они уже, так сказать, устарели, ушли. Папа был необыкновенно скромен. Часто, когда товарищи художники, друзья восхищались его новой картиной, восторженно хвалили ее, он застенчиво улыбался, сложил свои красивые белые руки на коленях, говорил, да, кажется, я написал недурную картину. Однажды, когда что-то был разговор о том, что он исключительно привержен к какой-то традиционной, может, даже старомодной изображению жизни, он не то что с обидой, а очень даже, наоборот, весело сказал, а я могу не только яблоки писать, но я могу писать и апельсины. Рядом с Шаляпином вдруг такие неожиданные, такие непохожие портреты двух молодых людей. Это Петр Капица и Николай Семенов. Будущие великие ученые, тогда еще молодые, которые пришли к кустодию, с молодым, ну, можно так говорить, я как академик, с молодым нахальством, сказали, а напишите наш портрет. И он увидел в них действительно, вот залог того, и увидел их какое-то родство, вот с этой мощной стихией русской, которая в самых разных, соответственно, направлениях пробивает. И может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Вот они, пожалуйста. Он еще изумительный был рисовальщик, изумительный график, автор блестящих иллюстраций Клескова, автор очень многих театральных декораций. Причем это было, знаете, такое событие в театральном мире. Это грозе сцена в разрушенной церкви, и вот это ощущение грозы, ощущение этой метущейся Катерины, все передано живописью. А золотая осень в осенних скрипках, золоченые березы, небо, знаменитая блоха замятинская. Замятин, как тоже ведь запрещенный у нас писатель, был в восторге от того, что оформил блоху очень трудную пьесу, опять в полном соответствии с стилистикой некоторого такого ярмарочного рассказа. Он и сделал такие игрушечно-наивные, но прелестные декорации знаменитого спектакля «Блоха». Чувствую себя отлично пока. Наркоза больше давать не будут, а только местную анестезию сделают. Рисовал сегодня гримы для Островского, сделал 9 рисунков. Конечно, их пришлось наспех делать. Работал в комнате с открытой дверью на коридор, где бродят хромые, завязанные, забинтованные больные. Это не очень удачная обстановка для рисования типов Островского. «Но да что сделал, то сделал», сообщает Кустодиев дочери. Февральскую революцию Кустодиев встретил, как очень многие, с очень большими надеждами. Последовал октябрь, к которому он отнесся тоже с очень большим доверием, как очень многие. Он участвовал в украшении улиц на праздниках, ну, насколько он мог, в своем инвалидном, в общем, состоянии. Он сделал несколько очень хороших плакатов, он сделал несколько очень хороших иллюстраций к революционным книгам. Но любовь оказалась без взаимности, потому что его направление очень быстро пришло в противоречие с этими революционными настроениями многих тогдашних руководителей искусства. Хотя, например, Луначарский очень ценил его и восхищался еще до революционной времена его картинами, и в дальнейшем писал о замечательном жизнелюбии этого художника. Одно время из него старались сделать революционера, ну, это из всех, и Репин был революционер. Он не мог не откликнуться на то, что происходило. Большевик, шагающий через города, через законы, это очень образная вещь. И в ней ведь есть очень двойственность. Она ведь и как бы за, но она и очень точно выражает весь тот ужас. То есть это предсказание, когда Россия должна была претерпеть серьезные изменения и получить то, что получилось. И вот эта трагедия с великой страной, она вот как-то была предчувствована. Но это не апофеоз советской власти, во всяком случае. Да, это страшная вещь-то. Конечно, сказывалось на настроении Бориса Михайловича и то, что не по кругу него, так сказать, редело. Не потому что люди умирали, а потому что из него уезжали. Он с болью перенес отъезд Ремезова, который ему казался так и днелепец, и потому что Ремезов, так сказать, весь был кровно привязан к России. Очень тяжело пережил отъезд Добужинского, одного из его любимых друзей Добужи. Причем, так сказать, они и спорят, и Добужа его ругал русофилом. И тем не менее, это был один из самых его близких друзей. В мастерской у него стоял круглый, вертящийся стол. На нем лежали краски, карандаши, кисти. Убирать на нем папа не позволял ничего, даже трогать. Я по утрам тихонько, осторожно стирала крошки от резинки, вытирала пыль. Но только не сдвинуть хоть на полсантиметра даже карандаш. Папа узнает и рассердится. А палитру он клал отдельно на низенький, круглый детский наш столик. Когда пишу, у меня всегда стоит картина перед глазами. Я ее как бы целиком списываю и срисовываю. Мне легко, так как стоит захотеть, и я могу заказать в голове картину, и эти картины сменяются, как в кино. Его вручила Ирина, потому что Ирина оказалась таким типом русской красавицы. И вот русская Венера – это Ирина. И целый ряд других картин – это Ирина Кустодио, это его любимая модель. Для русской Венеры я стояла, держа в руках линейку, так как веник достали не сразу. Мы оба очень смеялись. Почему линейки? Распустив волосы, вышла после ванны. Ему нужен был цвет тела после мытья. Сын, который великолепно нарисован, с такой характерностью на портрете в этом восточном халате. Опять связь Востока и Европы на фоне карельского шкафа с дивным фарфором. В 1925 году он убедил всех своих домашних, что это необходимо – отправиться в Астрахань. Но парализованному человеку как отправиться? Не встанешь же с кресла с инвалидского, не пойдешь. Сын к этому времени подрос, видно, он поджидал этого момента. Сын вырос, окреп физически. Его сын брал на руки отца, переносил с транспорта на транспорт. Так по этой тяжелой цепочке вся семья отправилась от Петербурга до Рыбинска. В Рыбинске вся семья села на пароход. И вот они уже как бы более комфортно доплыли до города. Папа навестил своего первого учителя Власова. Он прощался навек с этим городом, где родился, где впервые взял в руки карандаш и кисти, начал свой путь в искусстве, прощался с Волгой. У него был такой биограф, восторженный биограф моему очень многим обязанным, воинов. Он написал о нем книгу, первую монографию о Борисе Михайловиче Кустодиеве. И Борис Михайлович очень настаивал, чтобы он взял эпиграфом к этой книге «Пушкинские строки, унылая пора, очей очарования, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природы увядания, в багрец и золото одетые леса». Может, здесь какой-то такой ядовитый намек, что он любит уходящий, любит этот мир, который сейчас объявляется безразвертно ушедчим, ненужным, неважным, который будет сметен и забыт. И вот такие певцы, как певец Кустодиев, будут никому не нужны. Словно на карусели проносятся перед нами ярмарки, балаганы, лотки, бакастые, приземистые, вкусные, как просфоры пятиглавые церкви. И над всем красавица, настоящая красавица русская. Не какая-нибудь питерская вертунья оса, а как Волга. Вальяжная, медленная, широкая, полногрудая и как на Волге. Свернешь от стрежни к берегу в тень и глядь омут. Конечно, реалист вообще-то, но это реализм, реалист в высоком смысле слова. Реализм, который говорит и о внутренней реальности, и о визуальной реальности, соединяет это на холсте. Эта Русь ушла, вот. Но она осталась в истории, как вот большой кусок такой, замечательный, неповторимый. И он это заметил, он это сделал лучше, чем кто-либо. Когда Борис Михайлович Кустодиев умер, то на похоронах художник Замирайло, когда, значит, идя под дождем, сказал, значит, такую фразу, которую так современники запомнили. Вот и природа плачет. Скучно ей без Кустодиева. Как-то, кажется, весной 27-го года папа сказал, я бы очень хотел, чтобы в момент, когда я буду умирать, я бы слушал траурный марш Зейкфрида из гибели богов Вагнера. В вечер его смерти этот марш исполнялся симфоническим оркестром филармонии. Как он был скромным человеком и стоял несколько в стороне, так он и похоронен. На центральном кладбище Санкт-Петербурга, на зеленом газоне, скромный деревянный крест и скромный надпись Борис Кустодиев. «Был в Эрмитаже, и совсем раздавили меня нетленные вещи стариков. Как это все могуче, сколько любви к своему делу, и как ничтожно то, что теперь. Хочется работать много-много и хотя бы одну написать картину за всю жизнь, которая могла бы висеть хотя бы в передней музее старых мастеров». «Был в Эрмитаже» «Был в Эрмитаже»